Привезли нас в готель, кормить нас сказали нету, поваров нет, а у меня денег мало, мне трое детей с собой, денег мало, я не знаю, за что я буду их кормить, и как обещали по 10 тысяч, тоже никто ничего не говорит. Ну, я думаю, по 10 тысяч, наверное, не сразу, чуть попозже. Ну, говорят, в Донецкой области всем сразу на границе выдали, а в Луганской области никому, что это такое, куда обращаться. И вот это у меня тут еще 2 тысячи осталось в кошельке, вот я вняла, вот сейчас я троих детей покормила этим, куда нам уходить отсюда. А дома что, опасно стало жить, да? Да, ну, вывозят всех подряд, там в последнее время земля пугала. Ну, вывозят потому, что боевые действия или просто вывозят, да и все? Ну, как они сказали, мы почти при фронтовой линии, они прямо у нас на носу так истрывают. Ну, вы слышали там взрывы, стреляют? Ну, конечно, у нас окна дрожат, стреляют так, стены кодором ходят. Так что, вот что, а как мне теперь быть, вот как мне детей кормить? А у вас двое, внуки, да? Трое, трое, один маленький совсем. А родители там остались? А родители там остались, я тоже смотреть надо за что. Их не отпустили, да? Ну, они же сказали, что до 55 лет мужчин не вывозить. Вот, и жена с ним осталась. А меня послали сюда. Ну, не знаете, надолго, нет как? Ой, даже не знаю, я вообще не знаю, я в шоке теперь, я не знаю, как я домой доберусь, отсюда. Ну, в смысле, туда-назад, да? Ну, конечно, если я все день не здесь проем, то что-то доделать. Вот это, да? Выезжали, так бомбили, ужасно. Ну, вот это вот сейчас уже, да? Это вот сейчас, вот день назад, когда мы выезжали, сильно бомбили Кировск, да. А до этого не было, да, как бы тишина была? Нет, ну были, ну потемножко, потемножко, да. А это сильно начали бомбить, прям как начали в 8 утра, и даже до самого вечера, до самого 12-11 ночи, что вынуждены вот бросить все и ехать сюда вот. Ну, то есть и не взяли с собой особо и вещей, да? Нет, сумочку взяли, документы взяли на дом, у меня собственный дом, на дом взяли, внука вот взяла и еду. Я сама медик, медсестра, проработала 27 лет. Пенсии нету на Украине, пенсию мне платит ЛНР. Ну, платят хоть? 7900 сейчас, было 6600, сейчас 7900. Ну, хоть за это спасибо, помогает Россия, да? Хоть за это спасибо. Вернетесь домой или уже лучше в России обосноваться? У меня дочка в России живет, обосновалась, а вот она меня зовет. Для детей нету перспектива. Лучше в России, да? Лучше нам в России, потому что нету перспектив детей ни в учебе, ни в развитии, ни в каком ничего нету. Ну, что-то, что-то прохладно. Он меня выкинул. Ты купи, куда? Ну, сказали, по телевизору. Очень, и грудной ребенок. Было очень тяжело и холодно. Ваша сторона нас очень хорошо приняла, но... Холодно где? В автобусах. Ваша сторона очень хорошо приняла, но... Кафе, эти отели для дальнобойщиков, которые идут придорожные, не это, а перед этим были. Они не рассчитаны на детей, потому что у меня две девочки. Две девочки. Это я буду нанервоваться. Спасибо местной администрации, что она вошла в наше положение. Да, пришлось немножко поскандалить, но, слава Богу, мы нашли какой-то компромисс. Надеюсь, нас покормят. Мы еще не кормили, да? Пока документы... Наверное, 10 тысяч еще тоже не дали, которые... Мы не за деньгами. Пунктам обещал. А оно на первое время все равно надо. Ну, мы понимаем все. Мы брали с собой вещи даже на весну, потому что я уже первую волну пережила, 14-го, вот мы тоже выезжали, вот. Но тогда мы ехали в бусиках и трусиках, как говорится, потому что было лето. Вот. Сейчас мы уже немножко продвинуты, мы уже знаем, что с собой брать. Даже лекарства-то минимум. Мы хотим домой, нам не нужны эти деньги, покормите нас. Пусть у нас все прекратится, мы домой поедем. А не хотите оставаться тут? А зачем? У нас свой дом есть. Ну вот, как обстановка там? Ну, понимаете... Почему пришлось уезжать? Потому что очень тяжело, ночью страшно. Ночью страшно стреляют так, что дрожат стекла. И это непонятно, куда и что. И кто. И кто. Это страшно. Это страшно. Ну, это вот последние дни началось, да, вот эти стрельбы? Это было именно последние дни. Именно в моем городе, в Стаханове, было слышно именно последние дни. Есть Передовая, есть Первомайская, Кировск. Там вообще никогда не затухало. Это многострадальные города, они там уже, они мертвые, они города-призраки. Там уже и людей нет, да? Там почти молодежь уехала, остались пенсионеры, потому что им некуда ехать. И все. Вот, там помогают им местная администрация, там какая-то гуманитарка и все такое. А так, да, очень страшно. У нас обстановка очень напряженная. Почему мы были вынуждены уехать? Потому что обстрелы каждый день и тому подобное. Начались уже, да? Да, начались конкретные обстрелы. Муж у меня остался там, дочка осталась там. Военнослужащие, поэтому. Их не отпустили. А я с муком, получается, вот здесь. Ну, надолго или же сами не знаете? Вообще, я хочу на неделю и домой. Дома лучше. Да, хочу домой. Ну, так. Пока все нормально. Светили нормально, разместили. Дальше будет видно. В общем, как там обстановка будет. Да, да, да. Будем стараться поскорее вернуться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...